12-летний Ваня Торунов нуждается в вашей помощи. У ребенка неизлечимая болезнь с сахарным диабетом. Мы продолжаем совместную серию сюжетов с благотворительным фондом РУСФОНД. Как помочь Ване расскажет Алена Прончева. Вань, какой сахар? Восемь. Ну ничего, чуть-чуть высоковато, но ничего. Итак, каждый день диагноз с сахарным диабет 12-летнему Ване поставили прошлой зимой. После Нового года я стала замечать, что он очень много пил воды. Пошла к врачу, сказала, хотим сдать анализы. Мы пошли, сдали, мне на работу. На следующий день сразу позвонил врач, сказала, срочно вызывайте скорую и в больницу. У вас высокий сахар. Научили пользоваться шприц-ручкой и считать хлебные единицы. Пришлось даже бросить бальные танцы, несмотря на успехи ребенка. Но справиться со скачками с сахара никак не удавалось. У Вани был синдром утренней зари. Сахар в ранние часы резко повышался. По рекомендации врача установили инсулиновую помпу. Ее семья получила по квоте. Когда я был на шприцах, я в школе не ела, не делала уколы. А сейчас просто на кнопки нажала и ем. Теперь диабет под контролем. Только вот расходные материалы уже заканчиваются, а новые стоят порядка 140 тысяч рублей. А сейчас Ване очень важно продолжать помповую инсулинотерапию. В переходном возрасте сахар контролировать особенно сложно. И это единственная возможность не допустить тяжелых осложнений. Я хочу, чтобы мой братик никогда-никогда не болел. Помочь мальчику можете вы. Всего одно смс со словом «Дети» на номер 5542 поможет Ване чувствовать себя спокойно и уверенно. И не бояться, что однажды уровень сахара достигнет критической отметки. Алена Прончева, Александр Коротин, Мария Полушкина, Вести, Приволжье. Годовалую Машу Спирину, о которой мы рассказывали на прошлой неделе, готовят к операции. Ее сделают по квоте. Но пластины, необходимые для проведения, не оплачиваются из бюджета. Уже собрали порядка 145 тысяч рублей. Сбор средств продолжается. Продолжение следует...